День студента День студента Ну дай мне минутку подумать тогда Прекрасный, высококвалифицированный преподавательский состав Куча разных творческих, научных, спортивных направлений Постоянные мероприятия, постоянные посещения различных форумов Знаешь, я даже не знаю, о чем еще мечтать А как же все остальное? А все остальное, все остальное мы покажем в нашем видеоролике Смотрим Чебоксарский кооперативный институт Российского университета кооперации Инновационное образовательное учреждение высшего профессионального образования Это один из ведущих учебно-научно-образовательных комплексов Чувашской республики И Приволжского федерального округа Институт работает на рынке образовательных услуг уже более 50 лет Осуществляет подготовку специалистов, бакалавров и магистров В области экономики и управления Юриспруденции, торгового дела, управления качеством Прикладной информатики, технологии продуктов и потребительских товаров Высокопрофессиональный преподавательский состав Современная материально-техническая база Инновационные образовательные технологии Развитая социокультурная среда Залог обеспечения конкурентной способности выпускника Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации Институт соответствует самым высоким стандартам образования Многочисленные награды в области качества Убедительно свидетельствуют о высоком уровне образовательной деятельности Выпускники вуза сегодня Это востребованные специалисты на рынке труда Как по всей России, так и за рубежом Большое значение институт придает международному сотрудничеству Обеспечивая совместную деятельность С различными вузами и научными центрами зарубежья В институте созданы все условия Для воспитания разносторонне развитой личности будущего специалиста Обладающего высоким профессионализмом, культурой, интеллигентностью и социальной активностью Здесь каждый студент получит путевку в профессиональную жизнь Определит возможности построения стремительной карьеры, саморазвития и достижения успеха У нашего института богатая история, сложившиеся традиции Все это позволяет коллективу уверенно смотреть в будущее Возьми будущее в свои руки Поступай в Чебоксарский кооперативный институт Российского университета кооперации Я понимаю, что после этого видеоролика у многих людей по ту сторону экрана созрел немой вопрос Ладно, спешу вас разочаровать Нет, это не Хогвартс Это просто наш родной кооперативный институт Кстати, прием заявок у нас продлен Так что берите свои документы и приходите подавать Рома, знаешь, мне, конечно, очень хочется верить То, что у людей отпал вопрос Почему именно стоит поступать в кооперативный? Лично ты почему пошел туда? Знаешь, вот еще когда я учился в школе К нам как-то приехала делегация из кооперативного института Она устроила нам такой волшебный концерт Приехали и КВНщики, и танцови, и певцы Спели, станцевали нам Потом начали рассказывать о том Ну, как же волшебно все-таки учиться в этом ВУЗе Постоянные, постоянное посещение различных форумов, мероприятий То, как они проходят практику Рассказали, какой у них волшебный преподавательский состав То, какие они высокие места занимают в спортивных мероприятиях Я просто влюбился сразу же в этот ВУЗ Как только сдал экзамен и получил результат И взял свои документы в охапку и побежал Побежал сразу подавать документы туда Вот я не так долго учусь, но уже вижу, какие у нас активные ребята учатся Да, я с тобой полностью согласен Я, кстати, недавно проходила мимо АКТового зала И там было множество студентов с разных ВУЗов Позже я узнала, что это была Московская Школа актива Московского района Рома, ты что, не знаешь об этом? Ты в этом участвовал? Знаешь, знаю ли я что-то про школу актива? Знаю ли я что-то про школу актива? Ты спрашиваешь меня Я участвовал в этой школе актива Я представлял там студсовет, защищал его честь Знаешь, очень-очень полезное мероприятие Куча почетных гостей, лучшие спикеры нашего города Я считаю, что тебе тоже стоило принять участие Я на самом деле первокурсница и человек в этом вообще не разбирающийся Я понимаю, да А ты более опытный Расскажи, зачем нужны такие мероприятия? Ну знаешь, тут у каждого сугубо индивидуальный подход Кто-то развивает какие-то конкретные свои личностные качества Например, кто-то становится лидером Кто-то начинает быть хорошим оратором Кто-то развивает свою коммуникабельность Кто-то, в принципе, просто как человек, контактируя с такими интересными людьми Становится увереннее и лучше Кто-то, ну знаешь, всех их объединяет Всех объединяет то, что определенно это мероприятие идет им всем на пользу Они становятся лучше, они раскрываются, они мотивируются и начинают работать Рома, ты сам в какой школе актива участвовал? Нет, знаешь, в прошлом году мы выезжали в лагерь «Березка» А это как-то отличается? Да, да, эта школа актива немножко отличалась Знаешь, что такое школа актива внутри ВОЗа? Это когда вот 50 самых отборных, лучших, интересных активистов Берут, отбирают и вывозят в лес, скажем так Но на самом деле все не так, как звучит Нас просто привозят на базу лагеря «Березка» Мы там живем три дня Мы там активно посещаем различные мастер-классы С нами работают лучшие спикеры И в конце этого форума, ой, в конце этого мероприятия Из 50 обычных ребят складывается целая, знаешь, большая команда Которая готова помочь друг другу, которая готова работать на благо ВОЗа Вот знаешь, на таком мероприятии у нас и И у нас созвел, созвел У нас зародился наш костяк текущего студенческого совета А именно школа актива помогла тебе пойти в КВН, студсовет, правильно? Да, именно так, знаешь Просто до этой школы актива я был немножко, знаешь, замкнутый такой человек Потом, потом, потом просто со мной поработали специалисты Со мной, меня поддержали очень сильно ребята И я понял, что, ну, ни к чему стесняться И начал воплощать все свои мечты в реальность Вот здесь я сижу, по-моему, тоже благодаря школе актива У нас, кстати, есть специальный репортаж, подготовленный Посвященный школе актива, давайте его посмотрим 15 октября на базе кооперативного института Прошло открытие школы молодежного актива Московского района Ежегодно данная школа проводится в целях вовлечения молодежи В процесс социально-экономического развития города Чебоксары и Московского района Через разработку и реализацию социально значимых проектов и развития лидерских качеств В этом году школа актива пройдет под лозунгом «Год добровольца» А более подробно нам расскажет Софья Сергеевна Николаева Этот проект реализуется уже более 10 лет Этот проект придумывал молодежные правительства для администрации Московского района И традиционно каждый год мы продолжаем, так сказать, такую традицию проводить В этом году у нас три направления образовательных Это средства массовой информации и молодежные медиапространства Это лидерство и команда И третье направление – это мероприятие «Отда да я» То есть каждый год у нас разные направления Ну, корпоративный институт на самом деле вмещает в себя большое количество молодых людей И тут всегда приятно находиться, мы сотрудничаем не только по проекту молодежного В принципе, у нас очень хорошие взаимоотношения, как и со всеми Поэтому мы решили воспользоваться, так сказать, гостеприимством В работе школы принимают участие учащиеся средних образовательных школ И студенты образовательных организаций А в качестве экспертов и приглашенных гостей Уступают депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов Государственные и муниципальные служащие А также лидеры молодежных объединений Всем участникам желаем продуктивной работы И успехов в создании социально значимых проектов Ксения Турат, Роман Сафронов, День Студин Кстати, Рома, ты же что-то говорил про студсовет Мне стало интересно, расскажи, пожалуйста, об этом подробнее Знаешь, тебе вот конкретно то, чем мы занимаемся, или что это вообще такое? Что такое студсовет? Ну что такое студсовет? Студсовет, знаешь, это такой небольшой проводник между работниками ВОЗа Между нашим руководством и между студентами Мы занимаемся организациями различных мероприятий Мы участвуем в... Мы организуем даже, мы организуем эти мероприятия В наш состав входят руководители различных направлений Которые занимаются этими мероприятиями У нас есть квенщики, у нас есть театралы У нас есть ведущие, хореографы Кого только у нас нет на самом деле Состав в этом году у нас, кстати, поменялся У нас появился новый председатель Новые студдеканы Новые руководители направлений С которыми мы, кстати, познакомим наших зрителей поближе в следующем сюжете В Чебоксарском кооперативном институте Функционирует совет студенческого самоуправления Который был переизбран в этом году В результате всеобщего голосования Единогласно на место председателя была выбрана Хабурова Екатерина, студентка 4-го курса юридического факультета В состав совета входят руководители направлений Одна из них – Ракова Анна Она является командиром студенческого отряда «Весельчаки» У Ани мы узнали о ее деятельности в студенческом совете Я знала, что в институте есть какая-то деятельность Меня это очень заинтересовало Сначала я просто участвовала в мероприятиях Потом, получается, путем избрания Я попала так в студенческий совет У нас в институте есть педагогический отряд «Весельчаки» Вот как раз-таки мы занимаемся летом То есть мы ездим на море Работаем вожатыми, методистами, физрукальными, руками В течение года мы участвуем в рекламных акциях Например, у нас первое мероприятие, которое будет в этом году 24 октября в Санкт-Петербургском центре Это «День дружбы» Это мероприятие нацелено на заключение детей То есть, чтобы они не ругались, не ссорились Вместе со всеми дружили, потому что находятся такие детки Которые не совсем из благополучных семей Которые нуждаются как раз-таки в ласке, в заботе Мы проводим интерфицированное представление То есть у нас будет спектакль Потом у нас будет квест-игра Кричание которого они получат сладкий приз Наши студенты развиты во всех направлениях И у каждого из них есть множество различных увлечений Емельянова Анастасия рассказала нам о своей хобби помимо учебы Весь прошлый год и вообще с того момента, как я поступила в институт Занималась творческой деятельностью И как-то так получилось в этом году То, что меня избрали в культовом и театральном направлении Я пишу сценарии, всю концертную программу У нас скоро состоится поездка в Умары Сегодня мне нужно до 4 часов написать сценарий Также мисс опера и Аня Ане надо помочь еще сценариям написать музыку Я играю в Чебоксарском камерном театре В основном в составе в трупе театра И также еще я вхожу в бездомные животные На тракторостроительные битомни Помогать им кормить, выгуливать и также еще убирать За довольно короткий промежуток времени Переизбранный студенческий совет успел отличиться большими успехами Как в творческой, так и в интеллектуальной сфере Ершова Дарья, Ксения Турад, День студента Ром, вот меня очень сильно заинтересовал студенческий совет А как все-таки в него можно попасть? Знаешь, это не так уж и просто У нас студенческий совет Для того, чтобы попасть в студенческий совет Нужно проявить себя для начала Нужно активно участвовать в различных мероприятиях Быть членом студактива для начала Нужно доказать, что ты тот самый человек На которого мы сможем положиться Который никогда нас не подведет Тогда, возможно, на очередном собрании нашего студсовета Мы рассмотрим твою кандидатуру И возьмем тебя Если все будет хорошо Вот, кстати, насчет мероприятий У нас же завтра состоится мероприятие А, да, мы же едем в Урмарвене Профориентационное собрание в одной из школ Расскажи поподробнее об этом Знаешь, мы приедем в школу Вот я же уже рассказывал о том, как я попал в Кооперативный институт Я попытаюсь завтра сделать все, чтобы Вот, ребята оказались на моем месте И вот в сентябре После моих рассказов о нашем ВУЗе О том, как у нас классно учиться Они взяли в охапку свои документы И понесли в Кооперативный институт Мы туда приедем У нас сформирована команда У нас поедут туда танцоры У нас поедут туда певцы Многие из них участвовали, кстати, на посвящении Вот, ты помнишь, как у нас прошло посвящение? Не совсем, напомню Что там вообще было у нас? У нас это же грандиозное мероприятие Которому мы целый месяц готовились Прям целый месяц? Ты же участвовала, как ты не помнишь? Что ты делала? Напомни Ну вот я не участвовала Ты не участвовала? Ты не участвовала в посвящении? Нет Тебе не стыдно? Ну вот так получилось Вот, ладно На посвящении, на самом деле, у нас были номера От каждого факультета И плюс еще танцы, песни, неважно И плюс еще был один бомбический коллективный танец Сбор всех факультетов Который поставил наш хореограф Наташа Майданова С которой мы обязательно еще познакомим наших зрителей Вот, в течение следующих выпусков Как думаешь, ты смотрела хотя бы? Ты была на посвящении? Ну вот на посвящении меня не было А что случилось? Почему тебя не было? Расскажи Ну так получилось Рома, кстати, а ты помнишь, что в субботу у нас день открытых дверей? День открытых дверей Я помню Я, к сожалению, видимо, в нем не участвую Вот я слышал, ты будешь ведущей, да? Да Ты уже репетируешь? Да, правильно, Рома И завтра на профориентационной поездке А также на дне открытых дверей я буду ведущей Тебе нравится это занятие? Конечно А ты расскажи, как ты стала ведущей? У нас же целая школа ведущих в кооперативном институте Ну так получилось то, что меня выбрали Выбрали? Меня выбрали на профориентационную поездку ведущей Но репетирую, всем понравилось, как я рассказываю И поэтому меня взяли ведущей Отлично, я в свое время, в молодости, в твоем возрасте, на первом курсе Я тоже частенько работал ведущим Мне очень нравилось, но потом, видимо, я составился, меня уже не зовут Ты уже застарился? Да, видишь, тебя... Ты одна ведешь? Ну, да Видишь, меня даже не зовут с тобой в паре повезти, не знаю Возможно, я плохой ведущий Ром, я могу договориться за тебя Давай, давай, я буду только рад А кто? Проректор же этим занимается? Да, наш проректор Людмила Николаевна Отличный человек, я с ней на короткой руке Мы с ней обязательно поговорим об этом Ну, хорошо Как первокурсница, что расскажешь? Что тебе понравилось за эти полгода в нашем РУЗе? Актив, очень интересно Замечательный преподавательский состав И все? Давай, продолжай, сколько можно? Ну, самая вкусная столовая Самая вкусная столовая, естественно, куда без нее Ром, ну сколько ты проводишь времени в столовой? Я? Я вообще-то самый-самый-самый умный человек в Копере Я провожу все время только в аудиториях, занимаюсь и почти не вылажу оттуда Нет Да Как думаешь, наши гости сегодня понравятся нашим телезрителям? Ну, мне кажется, да, у нас сегодня очень интересные гости А тебе самой вот, кто больше импонирует? А, мы же еще не рассказали, да? Да Мы не будем раскрывать этот секрет до тех пор, пока они сами не зайдут сюда Я думаю так И мне кажется, у них будет что рассказать зрителям Ну да, они люди такие Интересные Прожженная их жизнь, да, немножко Ладно Так, а с точки зрения учебы, как у тебя все? Посещаешь занятия? А, и, естественно, занятия посещаю Да? Да Так вот Ром, ну все-таки, насчет совета, как мне в него попасть? Ну, может, ты мне как-то поможешь? Ты же все-таки там состоишь Я считаю, что такие талантливые люди, как ты, нам нужны И я обязательно поговорю с председателем студсовета Она, думаю, со мной будет солидарна, и мы тебя все-таки постараемся взять Ничего не обещаю, потому что так просто все не делается Ну, все-таки, сама понимаешь Люди другие будут обижаться, потому что мы их все-таки испытывали Долгое время Долгое-долгое время проверка Они прошли огонь, воду и медные трубы Ну, может, какую-то проверку ты устроишь мне сегодня? Тебе сегодня проверку? Да Хм, нет, я еще не готов, понимаешь Тут это все должно быть коллективно Не я один отвечаю за весь тот совет, понимаешь? А как значит вопросы о нашем кооперативном? Вопросов о нашем кооперативном? Да Слушай, давай я тебе задам такой вопрос, чтобы все вопросы у тебя отпали Давай Ладно, давай Ты хочешь сказать, что ты ответишь мне на любой вопрос о кооперативном? На любой На любой? Да Сколько окон в кооперативном институте? Рома, ты серьезно? Ты сам-то знаешь? 237 окон Ты считал? Я поступал в тот совет, мне задавали этот вопрос Ты считал окна? Я считал, я считал, я очень хотел в тот совет, ты не понимаешь, что ли? То есть ты ходил и считал все окна? Все окна абсолютно, на меня смотрели как на дурачка какого-то, но я сделал это и я сейчас сижу, я член студсовета Окна в спортзале посчитал? Окна в спортзале посчитал Это того стоило, понимаешь? Ну тогда завтрашний день начинаю считать окна Да, отлично Кстати, насчет спортзала Я слышал, есть такая легенда, такой миф небольшой Что не все люди в нашем ВУЗе посещают физкультуру Как так? Я сам это не особо понимаю, но сейчас мы поговорим об этом позже, потому что сейчас у нас небольшой перерыв Дорогие зрители, в перерыве к нам присоединились гости из нашего ВУЗа Председатель студенческого совета Хабурова Екатерина И ведущий специалист управления по воспитательной работе Афонин Александров Давайте, ребят, расскажите, расскажите, как вы? Расскажите вообще для начала о себе что-нибудь Давай, Саша, с тебя начнем Нет, первое слово всегда девушки Всегда девушки Вот, Катя, мы знаем, что ты нищий боксар Вообще, как ты сюда попала? Как ты попала в кооперативный? Да, все верно, я на самом деле севером нашей страны Город Салихард, Ямал-Ненецкий автономный округ И я там родилась, выросла И по окончанию школы нужно было выбирать, как и всем, учебное заведение, где продолжить учебу И выбор пал на Чувашу, так как у меня мама отсюда И вообще я каждое лето, ну, по месяцу здесь проводила И город мне очень нравился И когда я решила все-таки в Чувашу поступать Выбор был очевиден, это был кооперативный институт Я была наслышана о нем И так поступила, подала заявление Как сказала Рома Документы в обхапку И побежала Да, все верно, прямо с поезда И все, в августе я узнала о том, что я студентка Отлично, не было проблем с поступлением никаких, наверное? Совершенно не было Все было очень доступно Приемная комиссия Отлично работает Объяснили, все по полочкам расставили И в итоге меня зачислили А где ты, на какой факультет ты поступила? Юридический факультет, я уже четвертый курс О, серьезная женщина сидит Саша, твоя очередь, давай, а у тебя что? Вообще я с републики Морел, города Волжска Серьезно? Да, вот так бывает Приехал я сюда в 2014 году Поступала, подал спать и в Казани, и в Ешкарлу, и в Чебоксары Почему я выбрал коопер? Вот, честно Приехал в кооперативный институт Как бы, ну, знал Я посмотрел об этом, о нем в институте То, что, ну, в интернете То, что там всякие активности были и так далее Но еще мне сказали то, что 100% будут общежития То есть, как бы, вот, из-за этого у меня выпал выбор все Значит, не Казань, не Ешкарлая, только сюда, в Чебоксар Но и город, естественно, красивый Почему? Причина основная, по которой ты поступил Получается то, что тебе дали общежитие? Это одна из многих причин Но главная, конечно, активность Я хотел во все это Я знал, что в Чебоксаре КВН Об этом я слышал еще в Волжске То, что тут много лик всяких Ты как выпускник нашего вуза Ты же закончил, я понимаю, бакалавриат? Да, я сейчас еще первокурсник Еще и первокурсник Магистратурой, я понимаю, да? Как выпускник бакалавриата Что ты можешь сказать? Что тебе дал наш университет? Знания Мою работу нынешнюю Много очень знакомств И много опыта Во всех сферах Пока ты на четвертом курсе Что ты приобрела за эти четыре года Участие в нашем лучшем вузе? Моя активность в институте Началась с корресно-очной деятельности Первые два курса я активно участвовала В конференциях Также в форумных компаниях Которые были как в республике Так и вне ее А уже в третьем курсе Мне посчастливилось Аня, все-таки, сидишь на третьем курсе Не на первом Попасть в этот совет И тогда уже началась активная деятельность В общественности Ну вот, Кать, ну все-таки Ну как попасть в этот совет? Как сказал Рома, это не так просто У него был очень жесткий набор Это были окна Это были... На Рому надеяться вообще не вариант Окна я считать, конечно, не очень хочу Вот поэтому спрашиваю, Кать У тебя, как у председателя Надо посчитать, сколько лестниц Сколько лестниц? Сколько лестниц? Не было еще такого задания Знаешь, там просто есть любимчики Которые считают окна Такие, как я А есть те, которых не особо Я могу с уверенностью сказать То, что там 10 ступенек Где? 10, чтобы подняться с первого на второй этаж А, наивная, да? А вниз подвал? Я считала Еще не была подстоловая, где склад всех Всего леквизита со ступенью Тебе придется еще очень долго считать Так что все не так просто Но я думаю, зная тебя Сколько? Два месяца как раз она таки прошла Почти У тебя есть все шансы Так что мы будем рады Если вещь у нас зашла про ступсовет Вы же, я так понимаю, в свое время Оба были членами ступсовета Кто-то и сейчас Вы же, ты же председатель ступсовета Слушай, расскажи Это бы конечно было То есть мы защищали часть института Как внутри Между факультетами Я была на юридическом факультете Я был членом твоей команды, если ты помнишь Конечно А это я знаю Да, также мы вступали на республиканском уровне Наша команда заняла второе место На республиканском конкурсе Что, где, когда, зимой Также мы потом сами проводили Чтобы вовлечь всех студентов института В продвижение И заинтересовать их вообще интеллектуальными играми Вот в этой сфере я прокрутилась Полгода получается И уже в сентябре месяце Мне предложили роль председателя И я не могла отказать Ну я понимаю, Саша Будучи ты членом ступсовета Чем ты там занимался? Я был руководителем волонсерского технического отряда То есть я отвечал за всю аппаратуру За весь свет За все техническое оснащение Оснащение, да, мероприятий И когда я закончил четвертый курс Я думал, что я пойду работать тоже с этим же в институт Но оказалось То, что мне предложили работать Вот И точно в социалистном управлении Ты же, наверное, ни минуты не раздумывал Ты сразу просто сказал Там же Рома остался в студсовете Я не могу не вернуться Да, и при чем тут Рома, понимаешь? В смысле при чем тут? Я за эти четыре года Я просто настолько влюбился в этот институт Мне многие говорили То, что у меня копер головного мозга Потому что я Футболки все Я просто от всего Точусь мне на машине Наклеили наклейка рук Как бы я прям Я люблю этот институт И, конечно, я ни секунду не раздумываю Кать, вот у нас был сюжет И когда студсовет был переизбран Тебя единогласно выбрали А чем ты все-таки так полюбилась всем? Ну, это надо спросить у ребят из студсовета Допустим, Романа Ну, вот Александр, на своем вкусе Перечислять все достоинства Екатерина Ильдаровна Мы не сможем Нам буквально не хватит эфирного времени Понимаете? Рома хочет повышения, видишь? Подмазали Работаем, работаем На самом деле есть Один вопрос у меня Вот вы же участвовали во многих мероприятиях Будучи студентами Ездили по разным форумам Посещали другие города Что вам запомнилось? Какое мероприятие запомнилось больше всего? Ну, в первую очередь Не форум получилось На самом деле, если выбирать из форумов Это Я выделю два Каких? В первую очередь Это Внутри института Да, внутри института Саша, ты неправильно отреагируешь Это лучший форум Я все жду, давай Это даже не совсем школа актива Ой, не совсем форум Это школа актива То есть Катя Она просто В первое мероприятие За которое меня вовлекло Во всю студенческую нашу жизнь активную Это именно она Я с тобой согласен Ну вот Рома нам не до конца рассказал А что такое школа актива? Все-таки Давай ты нам объяснишь Давай Как поседательству совета Школа актива Это выездное мероприятие В котором мы собираем Самых проявивших себя На первых парах студентов Первых курсов А также Ну, вывозим наш тутсовет Ну, они уже идут как организаторы В общем, наши первокурсники Заселяются на три дня Три не полных дня Две ночи И третий у нас финальный На территорию лагеря Они разные бывают у нас Мы меняем локацию И мы проводим с ним Максимальный тренинг Вовлечения в нашу Активную студенческую жизнь Это приносит большую пользу Поскольку вот почти что Все члены студсовета Нашего Они вступили в студсовет Благодаря школе актива Я со многими там Почти все Все прошли Ну, у меня следующий вопрос Как попасть на школу актива? А вот это тоже не так просто На самом деле у нас Очень большой поток желающих Со следующей недели Мы открываем прием заявок Для первых курсов Ты можешь зайти в нашу группу Студенточкой И подать там заявку После недельного отбора У нас будет открытое собеседование И мы надеемся Ты его тоже пройдешь А сколько человек вообще берут? Квота у нас обычно уезжает 50 человек Отлично Это довольно-таки много Ну, 10 скажешь в курсе Это 10 организаций Ну, на самом деле, да Вот сейчас мы все говорим про Копер А может, вы расскажете Чем вы занимаетесь вообще В свободное время? Помимо работы в Кооперативном институте Я считаю, быть председателем Это тоже огромная работа Не только Да Так вот, есть какие-то хобби Интересы, не знаю Саша Есть? Прямо все, да? Прямо все выкладывай Вот так вот мешок сзади есть Вот там вот, вот все Вот мешок сюда нес Хотел рассказать Давай, Саш Сейчас мы слушаем с радостью Как я и хотел сказать Да, Вик То, что я тут До пяти часов Меня все в институте называют Александром Константиновичем Ну, это мы знаем После пяти часов Я остановлюсь просто Сашей Многие Называют меня какофон И так далее Вообще я Диджей, эмси То есть я по выходным Свадьба как-то затеевая Да, свадьба, корпоратива, юбилей Ввиду Мой номер говорить не буду свой Вот Вообще по выходным То есть каждые выходные Я работаю в клубах То есть как в Чебоксарах На Чебоксарске И езжу, соответственно К себе в Волжск тоже Мне кажется, работа в клубе Тебе наоборот помогает Как-то ближе быть к студентам Ну Вопрос с подвохом Да, вопрос с подвохом Нет, почему? Я сейчас близко к студентам Я сейчас первокурсник Я первокурсник Я первокурсник Я такой же студент просто Вот, Саша, ты, кстати, не сказала На какой специальности ты учился Я учился на бизнес-информатике Сейчас я поступил на прикладную информатику Угу Тебе очень интересна прикладная информатика, Саша? Да, я не могу без нее жить Я хочу стать бизнес-информацифтом Информатором Да Нет, ну вообще это просто Дополнительное образование Это классно Но я свой выбор уже сделал Кем я буду И к чему я стремлюсь А ты проходил практику, пока учился? Конечно Тебе очень понравилось? Ну Честно Мне больше нравится вести мероприятия Да А где проходил? Не буду говорить Ладно Тогда этот вопрос Отвесуется Екатерине Льдаруне Я слышал Юридический факультет славится Своими местами прохождения практики Давай расскажи Ты же, наверное, где-то в серьезной организации Проходила? Да Кстати, совершенно недавно То есть летом мы проходили практику Я проходила практику в прокуратуре Чувашской республики Я же говорю Ну это Спасибо И это был очень интересный и полезный опыт Помимо развития своих профессиональных навыков Нам также удалось развить свои коммуникативные качества Общение с людьми такого ранга Это все-таки же отличный опыт А ты все-таки решила, куда ты пойдешь после кооперативного? Этот вопрос остается для меня открытым Или обратно в кооперативный на Министерство Я считаю, у нас есть локация Да Я жду Катю Да Вопрос для меня открытый И на самом деле уже Есть некоторые предложения Но я пока еще в раздумье Она еще и думает, представляете Она еще и думает Давайте тогда Вы, как уже бывало, и студенты Может, вы расскажете вообще про учебу в кооперативной? Вот почему именно Почему именно кооперативной? Чем он отличается от других вузов? Ну, у меня, я как уже говорила Выбор был совершенно очевиден То есть я знала, что я хочу на юридический факультет И именно кооперативный институт Как мне рассказывали У меня здесь также учились знакомые Славился именно одним из своих факультетов Это юридическим И я не раздумывала и сразу туда поступила Дайте вопрос подвохом тогда Как? Вы же в свое время прогуливали, да? По-любому прогуливали, нет? Нет, вообще нет Ни одну пару? Нет, конечно Нет, одна пара была Какая? А какие обстоятельства заставили тебя прогулять? Обстоятельства какие? Всем понятные Студенческая весна Студенческая весна Я до сих пор жалею Жалеешь? То, что я прогулял эту пару Кать А я скаиваешься? Да Ты извинился? Я извинился перед преподавателем Я сдавал зачеты Ой, сдавал там доклады и так далее Я отработал эту пару Но все равно мне стыдно, что я прогулял Я тебя понимаю У меня было такое Я не хотел признаваться Ну, Иван Иванович мне не простит Ой, Иван Иванович Иван Иванович, нет Это все сложно Кать, у нас же в субботу День открытых дверей Я уже упоминала Расскажи, пожалуйста, поподробнее о нем На День открытых дверей мы приглашаем наших будущих абитуриентов То есть это выпускники наши будущие Наши будущие студенты Мы проводим для них экскурсию по институту А также мы показываем наши творческие направления У нас будет мини-концерт, в котором мы задействуем наш тутсовет Как раз таки Ну, про концерт я знаю Да, я знаю, что ты будешь у нас ведущей Я как человек, понимающий Сашу Потому что я тоже жил годик в общежитии Хочу у него спросить Саша, давай, самое яркое воспоминание твое из общежития Из общежития? Я, скорее всего, его уже знаю Но не знаю, захочешь ли ты рассказать Давай А Катя не жила в общежитии? Нет Давай, Саша, рассказывай Ну, в общежитии Это четыре года, это просто четыре года веселья Просто это... Ты четыре года жил в общежитии? Я четыре года жил в общежитии, да А сейчас квартиру все-таки купил, да? Копер может... Человек, работающий в Копере, может себе позволить квартиру Купить квартиру, а? Купить четыре Нет, я снимаю сейчас квартиру как бы рядом С этой же общагой Потому что, ну, не отпускает Да, она не отпускает Я все равно, я устаю вечерами Я вот так на нее смотрю Смотри, как там бегают люди Ну, общага, это самое веселое, наверное, место, где... Ну, да, согласен с тобой Просто допустим А как же Копер? Это Коперовская общага Это Коперовская общага, понимаешь? Все-таки место веселее Коперы не найти? Найти В общежитии В общежитии В ней было в общежитии Да Там я завел очень много друзей, с которыми общаюсь до сих пор Прям вот Серьезно Мне кажется, после нашего эфира люди пойдут не в кооперативное, а в общежитие кооперативного Да, поступать Поступать Ну, я не знаю, Саш Вот Мы с тобой не так давно знакомы Конечно, всего лишь два года Можно немножко личный вопрос? Конечно Скажи мне, пожалуйста Ты был хулиганом все-таки в школе? Ты же, наверное... Вот я смотрю на тебя Таким ты был, наверное, лучше Вот не поверишь Вот не поверишь, серьезно В школе Я ни один урок не прогуливал Серьезно? То есть, прям вот я говорю сейчас это все по правде и так далее В школе я не прогуливал То есть, в один стоплассе там... Что тебя сломало? Что тебя сломало, Саша, вузик? Не поверишь, общежитие Общежитие? Да Это было очевидно Да, вот Нет, в школе А ты думаешь, что я съехал? Я в общежитии был чаще А ну, это нормально, когда ты живешь в общежитии Что ты там чаще, чем вузик Не знаю Вот, да, да Сломала мне общага Ну, как сломала? Я не могу сказать, что она меня сломала Наоборот, она приучила боли к самостоятельности Я научился там многому Я стал более активный Ну, как правильно, да? Да, да, да Общага учит жизнь Общага учит жизнь, да Катя не прошла этот урок жизни Ей не стоит приходить в эту жизнь Не, ну, Катя Она девочка Расскажи, каких Я знаю, что ты во многих организациях стоишь Помимо статсовета Расскажи про них Ну, не во многих Но я состою в молодежном правительстве При администрации города Чебоксара И также я состою в кадровом резерве Тоже при администрации Расскажи про молодежное правительство поподробнее Чем вы там занимаетесь? Вы же серьезная организация, я понимаю Мы занимаемся разработкой проектов на благо нашего города Мы формируем приоритетные направления Недавно мы их выбрали И сейчас мы нацелимся на поддержание и улучшение жизни Как молодежи в нашем городе, так и в целом всех жителей Я просто думаю, вот благодаря кому в Копере у нас столько У нас так хорошо, благодаря кому в Копере Похоже, Екатерина Ильдаровна там работает на Копере немножко Все-таки ориентируется Ром, ну смотри У нас Екатерина Ильдаровна То в администрации, то в прокуратуре Серьезный человек, нельзя шутить с ней Да, опасно, опасно Да Давайте тогда У нас Саша сел от нее Самое, самое ваше достижение Которым вы больше, больше всего гордитесь Вот то, что вы, что, что, что есть вы, что Очень интересный вопрос Очень интересный вопрос Да, потому что, ну Я, например, вот у меня три сотрясения, я горжусь, что я жив Вот мое достижение Есть что-то подобное Нет, ну, Саша, по-моему, его достижения, он четыре года прожил в общежитии Да, выжил Выжил, да, больше, чем три сотрясения Да Нет, ну если честно Это тоже Достижения какие Ну, я горжусь тем, что я был в первый год института Когда я пришел сюда Я был организатором Молгорода Ты в первый год уже был организатором? Да, благодаря Эльдару Хасановичу Чуркесову Я стал волонтером Потом меня пригласили организатора Молгорода В первый год, то есть я приехал То есть какой-то там чувак смотрел, приехал И такой, хоп, сразу организатор Молгорода И вот это Классная атака Чем я горжусь А как же я горжусь? Потому что я работаю То есть ты с первого курса такой активист Да, да, да Я приехал, я понял, что В общаге я скачусь Надо больше в институте Времени проводить Точнее, просто меньше в общаге времени проводить Поэтому я пошла в кооперативную Я была наслышана о том Во мне? А тебе, да? Конечно, конечно, Саша А я думал, твое достижение главное То, что ты ласточку недавно купил Нет Это так? Да, мое достижение будет Если я вот все-таки Закончу свою программу Ой, я тут свой проект Который у меня на стене висит Машина задействовала Вот это будет круто Катя, подумала? Мы дали тебе время Да На самом деле, я считаю, что Прям сильно значимого Это еще впереди Это в последующем Это такая большая цель Но если о небольших победах Я окончила музыкальную школу Катя, ты приехала Сыграю на Чубасу Катя приехала в Чубасу Это уже достижение Да, я проучилась 10 лет В музыкальной школе По классу фортепиано То есть 10 Есть такой Да, 10 лет От звонка до звонка В прямом и переносном смысле И на самом деле Есть такая шутка Среди моих знакомых То, что Если у меня не сложится С юриспруденцией Я всегда могу пойти Играть С ребят Нет На самом деле У меня есть диплом Я могу преподавать Репетишкам в детском саду Ты можешь со мной Я буду вести А ты выше Можешь быть Личным репетитором Они много зарабатывают Сейчас Ребят, давайте команду Соберем Сейчас встанем Поедем У меня заказ есть Так, ребят Тогда Такой Такой интересный Вам вопрос Вот я как студент Еще второкурсник Все-таки Тоже не особо опытный Она вообще первокурсница Посоветуйте нам Что нам делать В кооперативном институте Чтобы нам было Чтобы мы были максимально полезными Ему, во-первых И чтобы нам самим Тоже было интересно Просто И отлично Я могу, да? Да Поменьше здесь столовой В буфете Побольше находиться В 0,8 кабинете Я работаю над этим Я работаю Я понимаю На самом деле Вы сделали уже полпути к этому Вы кто-то в активе Кто-то уже в студсовете И на самом деле Это уже полуспеха А дальше Только больше Вы будете задействованы В разных мероприятиях И по мере того Как вы себя покажете Мы будем вовлекать вас В более значимые И более серьезные мероприятия Ну это Приятная очень новость Да, такой вопрос Александр Константинович Константин Константинович Саша Сколько ты зарабатываешь? Вопросы от Дудя В общем Сколько я зарабатываю? Ну ладно На самом деле Не обязательно отвечать Просто сделай шутку Какую-нибудь из этого Сейчас Ты же КВНчик Ты же тоже КВНчик Нет, стойте А вот у меня сестра вопрос Я ее обожаю Да Не вовремя Для председателя Все-таки А сколько окон Кооперативным? Знаешь Это очень серьезный вопрос Секретный Который Я думаю Тебе не стоит Раньше времени знать Ниром уже сказал Ты помнишь? Да Ты запомнила цифру? Это неправильно Давай это будет проверка Какая цифра? 237 Ну подумай Ты не считал Звукачки Это под руку Звукачки Все Сколько там? У тебя был шанс Сейчас попасть в совет? Рома подставь Рома подставь Чуть-чуть Как так? Ну на самом деле Возможно Я специально Это все сделаю Потому что Человек еще не готов Это было бы слишком просто Ребята в совете Не поняли бы Такого отношения Человек просто окна посчитал Просто окна посчитал Это что я выбрала? Тебя за какие заслуги? Я квалифицированный КВНщик вообще Который вылетел между прочим В одной второй финала между прочим Для этого тоже нужен особый талант Так что вылетел в одной второй финал Это очень все серьезно Да Либо ты признаешь, что это серьезно Либо я начинаю плакать Это серьезно, нормально Это серьезно Спасибо Слезы все равно есть Если говорите о КВНе У меня были знакомые КВНщики За этим столом Александр, расскажите про время КВНщика ваше Про время меня КВНщика? Да Если не ошибаюсь У вас тоже значок КВН КВН один раз КВН навсегда Я знаю, я вообще, вот честно Я участвовал в КВН еще в школе То есть играл в школьной лиге В Мориэл Мы ездили в Южкорлу Заняли даже второе место В Мориэл Мы типа крутые И после этого я приехал сюда в институт Начал я с команды КВН округ Великолепная команда Высшая лига, да Которые тоже вылетели в одной второй Видимо, одна вторая вообще не счастливая для вас Нет, ты не дослушала Потом я начал играть с командой КВН Руки Которые точно так же Ну, точнее, округ и руки У них такая была ситуация То, что они не смогли пойти на одно-второе финало КВНа То есть, ну, просто там Проблемы были в команде большие И обе команды отказались играть И вот И когда была ситуация сейчас Вот, соответственно, команда КВН Копер Ты задумался? Я задумался Я вам говорил Это то, что, ребят Это все, это проклятие Вы тоже вылетите То есть, не вылетите Вы тоже не дойдете Вы отказывались Там у вас команда уже распадалась Заново сходилась Давай не будем все рассказывать Ну, я бы говорю, как я Зрители уже интересны То есть, все-таки у Копера есть проклятие на одно-второе Нет, нет Это лично Александра проклятие Это высшая лига Это высшая лига Вот команда КВН, округ и... А нет, руки была столица Знаешь, когда последний раз высшую лигу выигрывала команда из кооперативного? Да Когда? Да, даже Нет? Нет Это была лига столицы А это лига столицы? А высшую лигу выигрывали последний раз мы 10 лет назад, представьте себе 10 лет? Пора снова взять Да? Да, ну, сейчас уже поздно Пойдем в сезон Ну, вообще, в прошлом году наша команда Ну... С Алексеем Алексеевым Я надеюсь, она смотрит, привет Мы продадим Заняли первое место Да И выиграли 100 тысяч рублей на развитие команды Это серьезные деньги все-таки Куда потратили эти деньги? В Сочи В Сочи Каждый сезон, когда команда выигрывает Ну, если команда выигрывает этот сезон, она получает эти деньги И они едут в Сочи на фестиваль большой, роскошный Проводится он всем КВНом Александром Масляковым и компанией Они там выступают, получают оценки И дальше выступают в лигах постарше, повыше Да, если не пойдут, то есть подряд Если не пойдут Ну, что ж, с нами были наши очень уважаемые и любимые гости Екатерина Ильдаровна, председатель студсовета и Александр Афонин Ведущий специалист управления по испытательной работе Для вас сегодня работала Лукина Анна И Сафронов Роман Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok